МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прибыли, приедели с Волгограда, специально на парад сюда, в Владивосток. Очень доволен, что прибыл в Владивосток. Что нахожусь на параде очень. Вот. Но меня здесь сопровождают мой сын, который здесь родился, в Шкотово. Вот. И мои, значит, близкие, знакомые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На путь все такое, дорогие товарищи, что надо жить, любить, уважать, жить культурно. Вот. То хочу, чтобы были здоровы, любили Родину и самооптверженно трудились, как я, 60 лет стажа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые ветераны, дорогие приморцы и гости города, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 74 года назад наш народ одержал триумфальную победу в самой кровопролитной войне с нацизмом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищ командующий Тихоокеанским флотом, войска Владивостокского гарнизона, для военного парада, вознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-майор Коваленко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ эмпирал! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Образована в Альтернативе Тихоокеанского и Альтернативного гонок итальянское военнадо-майорское училище и милиция юнистерином на данном посту в высшем военно-мойским учебном заведении. Училище заслужено против чечевом лучших военно-мой учителей страны. Закон своего существования в Геннадь-кравне подчували на более 20-ти тысяч АХСР. АПЛОДИСМЕНТЫ На главной улице города Сильвом Победы Легендарная Т-34-ка. Разработанный в 1932-м был инструкторским бюро под руководством Михаила Ильича Пошкина. И танк в течение всей Великой Отечественной войны имел абсолютное превосходство в маневренности, подвижности и проходимости. А установленная гидроствольная 76-мм пушка значительно превосходила все существующие в текуты зарубежной альтернативной системы. На Породии боевая машина ПРДМ-2РК предназначена для ведения радиационной, химической и биологической разведки. На машине установлена специальная аппаратура, позволяющая определять все типы боевых, направляющих веществ, а также уровень радиации. Масса 9 тонн, экипаж 4 человека, Командир боевых машин, старшина 1-й статей Дмитрий Москобоев, старшина 2-й статей Ранис Сафаргалиев. На центральной площади Владивостока автомашины повышенной проходимости Урал-43-20 с ненавидными расчетами на борту. Разработанное конструкторским бюро под руководством Николая Торолева. Аппаратель, созданная советскими учеными реактивная система залпового огня БМ-21ГРАД. Система ГРАД предотначена для поражения противника, бронетерники, командных пунктов противника в различных условиях боевой обстановки и управляемыми 122-мм снарядами. Механизированную колонну береговой ракетной эмбегатори береговых войск Тено-Океанского флота возглавляет командир берегового ракетного дивизиона Бастион подполковник Михаил Нос. Перед вами самократные пусковые установки берегового ракетного конфликса Бастиун. Они предназначены... День Победы в Великой Отечественной войне это день торжества духа, стойкости и героизма. Это символ мирных жизней многих поколений россиян. Прохождение военной техники Тено-Океанского флота завершает ретро-техника на главную Тено-Океан Востока М-72 советский тяжелый мотоцикл 1944 года выпуска. За рулем председатель клуба хранителей автомотостарины Антон Туринголовец. Перед вами легендарная трехтонка ЗИС-5 Один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Автомобилем управляет Алексей Терешин. Завершает парад ретро-техники установка залпового огня БМ-13 «Катюша» на шасси ЗИС-6. Именно такие боевые машины дали первый залп врагу в октябре 1941 года. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...